Доброго дня, дорогие друзья! Вот сейчас Сергей рассказал перспективное направление и у меня в очередной раз снова появляется та степень веры, вне всяких сомнений, что мы с вами на таком правильном пути. Первый раз мне эту перспективу открывала Марина Яковлевна Федоренко, когда мы были в полях. Она смотрела на меня и говорила, ты не представляешь, что будет. Вы классические врачи, вы все много посмотрели, вы много отдали медицине, но вы не представляете, куда мы идем. Я не знаю, что двигало этим человеком, но сердце загорелось. Потом появились новые продукты, появлялась новая вещь, а худливый мозг нас и просто врачей, а ученых, он не давал нам покоя, потому что, я вам честно хочу сказать, я не понимала, почему, как работает продукт. Я верила в мой красивый, любимый, умный на медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, когда увидел меня с моими пакетами и сказал, ты вступил в меня не трогай, потому что 35 лет в кардио-реанимации это не о том, чему мы сейчас говорим. И мне было очень грустно, мне было очень досадно, потому что не разделяю близкие и тем, кого ты больше веришь, наверное, хочешь помочь. У вас есть какие-то проблемы, дорогие, особенно новички, поднимите руку. Вот это сегодня все для вас, потому что то, что сказал Сергей, это намного сильнее, это намного понятнее. И это как раз та миссия, о которой мы все мечтаем и говорим. И когда мы стали заниматься больше, смотреть, изучать, включаться, появились те первые исследования по эффекту воды, в сочетании САЖ-500, мы тогда даже не представляли, что это та водородная вода, о которой мы сегодня начинаем говорить во всем мире. Говорят, вау, вау, водородная вода, мы с этим уже живем почти 20 лет. И когда мы получили потрясающие результаты, спасибо Виктору Петровичу Данилову, он здесь находится, это кандидат в медицинских наук, звание доцента, мы в далекой Сибири хотели проверять по-настоящему. Ну, такие мы, Сибирики, ненормальные. И когда мы взяли независимых экспертов, а это были крысы, я очень часто говорю, как вы крыс замучили. Я говорю, пусть лучше крысы пострадают, чем будут страдать люди. Потому что это эксперименты, значит, они должны так быть. Они должны на чем-то базироваться. И когда это все произошло, и мы волновались еще больше, чем все остальные, потому что эффект сочетания воды вместе с АШ-500, да и в 95% выводят оксидом, все, которые копятся в нашем организме. И я тогда сказала, боже, я никогда не уйду, я уже нахожу здесь ответ. Но дальше шеложили. Дальше шеложили, дальше были вот такие действительно серьезные, и в то же время, ну, я не знаю, я не могу описать до конца свои ощущения, когда я встречаюсь с нашим президентом, когда он просто мне по-отечески, по-дружески, серьезно говорит одну простую вещь. Ты мне веришь? Я говорю, верю. Ну, да, ну, а все остальное, будь спокойно. И жизнь свела вот с этим Стив Джобсом. Я ему когда услышала, что это Стив Джобс, ну, в августе. Стива не видела ни разу, а Джобс Кобид рядом со мной сейчас оставит. Действительно, то, что он сегодня Сергей вам показал, он показал. Не все сейчас поймут. Кто-то будет оставаться на чистое состояние, вау. Кто-то скажет, да ты че? Кто-то скажет, ух ты. А кто-то скажет, да ты как вкусно-то все. Вы даже не представляете, у нас с вами ДНК жизни есть в параллургубе. У нас все есть. Как ДНК, 4 аминогислоты, кто поймет, он знает. Я хочу сказать, что то, что мы с вами сегодня делаем, оно имеет ДНК жизни. У нас очень круто. У нас все правильно. У нас очень вкусно. И у нас до конца еще мы не можем понять, что же мы творим. Что же мы творим. А творим мы простые вещи. Потому что, когда стали появляться кардио... Какой уж он уже... Ну что, как же, как же, какой-то... Когда стали появляться... Появляться желания систематизировать, облегчить реки. Я помню тот период, когда к нам пришло большое количество медицинских работников. Мы такие же были. Мы такие же были, мы пришли сюда вылечить весь мир. На что мы получили, естественно, результаты. Но мы не получили того, что вообще, в принципе, нужно человечеству. Человечеству нужно здоровье. Человечеству не нужна болезнь. Болезнь — это уже катастрофа. И когда мы стали разбираться вот просто все вместе, вместе с лидерами, те, которые хотят быть в развитии, те, которые хотят привлекать как можно большее количество людей, дорогие мои хорошие, не схемами, не по одной тетри-рэ, когда до еды или после еды. Или как у того армянского радио, помните, да? Когда томатный сок пить до секса или после секса. Армянская радио сказала вместо секса пить и томатный сок. Когда пить ассимулятор до и после. Как разумеет... Понимаете, это все детали технологии. Кому-то это нужно и необходимо, но не в этом главный смысл. И мы подходили, мы подходили, нас жизнь заставляла. Нам нужно было... Сейчас вы посмотрите, какую громадную компанию. Я знаю, здесь есть люди, которые посвятили родам индустрии практически большую часть своей жизни. Узинаину Сергеевну возьмите, она вам расскажет, когда она пришла. И какие они пережили. То, что сейчас жалуются наши дистрибьюторы на сложности, да? Когда они не видели сложности. Не видели сложности, как говорили, нужно было продукты решать, массу таких людей, которые сейчас мы решаем. И появилось вот это действительно надо нам выживать. Не просто выживать, нам надо становиться лучшими. Нам не надо доказывать, какая состоит доза. Из какой части лопуха нажали сок. Или какой люцерни не повезло, что ее взяли, засушили, в банку засунули. Не надо этого. Появляется другая тенденция. Действительно, компания на люди очень много, предложений очень много. Очень много людей, которые пользуются дешевым продуктом, потому что цена не всегда качество определяет. А человеческая суть отдать поменьше и радоваться. Обмануть себя – это человеческая суть. И появлением кардиопеков, не только кардиопеков, а вообще появлением пеков, предшествовала большая, большая, кропотливая работа. Когда я стал заниматься изучением продукции коралла круга, мне так она, эта деятельность улетла. Мне было интересно все. Как влияет тот или иной продукт на организм человека. Какие изменения происходят. Причем я в этом научном поиске был весь покушен. Но потом, когда мы общались с лидерами, я поймал себя на мысли, а кто меня может повторить? И естественно, стал вопрос, а что же такое сделать, чтобы этот процесс предложения продукции нашего клуба был абсолютно публицирован? И мы поняли, что самый правильный путь – это создание вот этих пеков. Тогда человеку не нужно ломать голову, а что, как, почему, поскольку, ему говорят, вот этот пек для этих целей ясно, просто и понятно. И вот, когда были созданы первые пеки, мы увидели, что они стали работать. И вот потом в своей практике я стал это применять. Вы знаете, насколько стало проще работать. Не только мне, но гораздо проще стало объяснять простым людям, не отягощенным медицинским образованием, что, оказывается, можно все это легко и просто делать. Эффект публикации, как вы вчера слышали, это главное, наверное, и всей системе развития бизнеса, в том числе и продуктового. И когда появилось первое желание создать, систематизировать продукт, естественно, мы делились. Я помню, первые для меня авторитетные были, было мнение, Марина Яковлева сказала о этой штуке, и вот сейчас учитываешь все физиологические аспекты, и тогда мы прямые эфиры проводили, и тогда мы все делали. Так появился Ворон Детокс, его модификация в Ворон Детокс Плюс. Раскрою небольшие секреты, у нас он будет по другим названиям, а тем более, более понятный в Эллос-индустрии. Это так и будем держать в тайне. Так что у нас тут очень большие перспективы этого продукта. Потом появился ВАК, здоровый кишечник. Потом пришел Ментон Форс, в силы в курсе. И вы перспективу абсолютно знаете, что вот сейчас уже пошел, вышел в свет, а провели праздники, провели определенные, Сергей скажет наверняка, какие товарообороты. Он вчера нам, кстати, сказал, что за сентябрь в Курл Детокс возрос товарообороты в 6,5 раз. По компании в 6,5 раз. Это факты, которые никуда не действуют. И нам часто задают вопрос. Вот почему вот в тот или тот ВЭК входит именно вот этот набор, а почему не другой? По какому принципу подбираются эти составляющие? Это очень сложный процесс. И здесь мы исходили из принципа, в общем, нескольких таких вариантов. Первое, в очередь, это чтобы в наборе были продукты, которые друг друга мы поддерживали. То есть была полнейшая синергия. Это очень важно. Что это дает? Это приводит к тому, что минимальное количество продуктов комбинации, синергической комбинации, дает максимальный эффект. Вот это очень важный момент. И при этом нет никаких побочных явлений и прочее, прочее. Нет никаких противопоказаний к этому. В сердечно-сосудистой системе, но как схематично они выглядят. Назвали продукт кардио-пак. Но мы хотим сказать, что сердце в этой системе играет роль насоса всего лишь навсего. Мы говорим о сердечно-сосудистой системе. Кто дает проблему родителям? Скажите, родителям кто? Дети. Дети дают проблему. Родители-то хорошие, все нормально, хорошо. А вот эти дети, они дали проблему. И какая проблема? Вы посмотрите, сердце какую выполняет нагрузку. Оно не страдает от того, что не такая нагрузка. Она говорит просто, вы займитесь правильно, дайте мне обеспечить эту работу. Потому что обратите, какая нагрузка. 7-10 тонн крови перекачивает где-то суточном. Вы посмотрите, какую энергию, энергию тратит сердце на 32 километра движения. Составы там. Сердце около 100 тысяч ударов сократится. Я вот говорила и показывала, вы начните сокращать это. Раз в минуту сокращать свою кисть. Ну, 100 тысяч штук. Не сократите, да. Рука восстанет, правда? А сердце не встает. Посмотрите, сколько тонн перекачивает сердце. И вот задуматься. И все мы боимся. И мы знаем, что по чистоте сердечных смертностей во всем мире, это Всемирная организация здравоохранения, сердечно-сосудистая патология стоит на первом месте. И если мы с вами не задумываемся об этом, посмотрите, какие факторы. Какие факторы все известны. И когда, вы знаете, вот меня поймут сейчас те, кто первый раз это слышал или сам произносил, когда вы обращаетесь за вопросом, а что сделать или почему у меня это есть. Ну, врачом приходите. У нас у врачей есть один такой секретный код. Мы говорим, а что вы хотите с вашим возрасте? А второй, ну, генетика у тебя такая. Слышали такое, да? Сейчас это, кстати, очень секретные данные распечатываются. Я вам по секрету тоже скажу, никому не рассказывайте. Что сейчас по этой вещью, как генетика, раскручивается столько маркетинговых вещей. Обследование, посмотреть на один только фактор, который может нам вызывать сердечно-сосудистую патологию, стоит от двух до трех тысяч долларов. Ну, узнали вы генетику, и что? И что? Но если вы знаете четко по генетике, что у вас сахарный диабет в семи поколениях, то почему вы реализуете этот ген здесь и сейчас? Почему вы создаете все условия, чтобы этот ген прозвучал? И вот о тех факторах, которые говорят, вот мы не знали, что вот такая сегодня будет твоё сообщение, они все лазятся логическим путём. Что нужно просто, в принципе, задуматься, а как вы спите, а как вы отдыхаете, а как вы одружаетесь, как вы пьёте воду, ну ужин, видите, надо, знаете, следующую бутылку как придумать? Не вот так сильно, которую пить, а чтобы он какой-то молоточек и попал, раз! Потому что умные люди, вам как кладёй достало уже. А вот когда молоточком по кладёй, он сразу попал, и точно надо воды выпить. Ну это будет коралловый бутыл. Это будет коралловый бутыл. Это будет коралловый бутыл. Потому что, посмотрите, малоподвижный упор в железе, воды, я вам честно хочу сказать, что мы, вот подписываюсь, показываю слово, мы воды не пьём. Коралловый бутыл. Правильно ли они? Нет, мы её пьём, но не допиваем. А, мы не допиваем. Мы не допиваем, мы делаем вид, что мы пьём, она не дает вид, что работает. Посмотрите, сколько факторов. Да, вот смотрите, на последнем месте плохая экология. А вот, что хочу сказать. Сергея вчера обещала, что-нибудь упугать? Ну, маленько пужану. Можно, Серёж? Маленько. Вот так. Не боится, что пужану нет. А пужану очень хорошо. Ну, маленько. А ребята, вы сейчас поймёте, как в госпу. Буквально перед поездкой сюда, там, где общается дистрибьютор, из Астанка, они пишут, скажи, что дать нашему сыну. Он занимается в этот полис, 16 лет в отрус, детская, хорошие показатели, там, от чемпионов, всё. Но, говорит, позавчера член команды погибает на тренировке пацан 16 лет. Она в коронавку в 10 лет. Она напуганная, что ребёнок потерялся, спортсмен. А потом пишет, говорит, три человека за год в их команде погибло на тренировках и на соревнованиях. Мы проводим праздник по кардио-баку. Я поднимаю почки для меня авторитетного доктора, Алла тоже здесь находится, Варвара. Я говорю, скажите, пожалуйста, всем, какова ситуация, вы педрята, вы пришли, к вам в коронавый клуб, работаете? Она сказала, запущу, что в Москве 250 детей, спортсменов, погибли на соревнованиях и на тренировках от остановки сердца. Со мной общается Остео-бак и говорит, Оля, а я не удивляюсь, а мне позавчера пришла Олимпийская чемпионка по гимнастике, мировая чемпионка, чемпион мира. Проблема 20 лет, она художественная гимнастика, у нее проблемы с позвоночником и суставом. Я спросила, сколько ты пьешь воды? Она говорит, нам больше стакана не разрешают пить. Они сушатся, они не должны падеть сильно, потому что мячики будут падать, мячик упал, упал, покидать. Ой, мои дорогие, хорошие. Что касается возраста, у нас в Африи есть Детская Морозовская больница, которая создала оценку по реалимитации сосудистых картостромов у детей. Полутора летовалые пятилетние дети поступают с инсультами и с индиактами. тринадцатилетний ребенок там учит с каким-то сомом. Вот это вот, я вижу, что вы замолчали, потому что вы сейчас сразу задумались, какие у нас решения есть, потому что, когда набавят и не дают решения, вот это плохо. А когда пужалу, это показание, обратите на эти внимания. Вот тут становится совсем по-другому и поинтересов не поинтересовало. Ну, понятно, что сердце. Да, сердце. Давай мы перейдем все-таки, каковы же перспекли на жиданту плане развития ПЭКа. Мы все услышали, это все компоненты, которые нужны для здорового сердца и предупреждающие ваш вопрос часто задают, а почему сюда не вошли тот или иной продукт? Почему? Ну, крайне необходимый сюда был Омега-3,60. Да, действительно. Но мы, собирая этот ПЭК, мы исходили еще, такиваю, из принципа минимальное количество продуктов с максимальным эффектом. Раз. Во-вторых, мы же прекрасно понимаем, что этот продукт, чтобы он был ликвидный, нужно, чтобы он был доступен для широкого круга населения. А можно набрать туда и 10, и 20 продуктов, но его тогда стоимость будет гораздо больше и ликвидность меньше. Поэтому в перспективе вот кардио-пэк, это как бы так, базовая программа для сердца, а дальше планируется, допустим, ну, к примеру, кардио-пэк, люфт, куда будет введено еще какие-то 1, 2, тот же Омега-3,60, это возможно еще какой-то продукт, который улучшит ну, как бы вид. И везде в мире так и делается программа стандарт или эконом, программа люфт или программа вид. Поэтому вот перспективы пэки и будут создаваться дальше. И, как сказал Сергей, в самое ближайшее время выйдет пэк, который будет нормализовать качество нашего сна. И вы понимаете, что начинать с кардио-пойков человек пришел, вы знаете, почему они вообще в принципе по названиям еще возникают? Потому что это потребность общества. Все знают, что есть сердце, поэтому приходят к мне очень часто и говорят, что у вас есть от мозгов, от сердца. Я говорю, у меня только для мозгов и для сердца. Уже от нет ничего, уже все сделали, мозгов нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек, спросили, а почему вы туда не включили воду? Ну, объясните, почему? Почему человек у вас не получился пить корол-детокс, и вы ему начинаете сразу программу для сердца, а вы знаете, он получит результат, он же воды не бьет, или, наверное, он так сильно не вылив, он не включил в сердце систему, которую регулирует сердечный вообще ритм, а вы ему хотите дать, и говорить, ой, это ничего не помогает, и это абсолютно никак, и, и, вы знаете, надо было что-то другое сделать. За что вы так устроены? При данную сделку работы с клиентом никто меня отменял. И то, что вот сейчас вам сказал Володя, что все в одной коробке с учетом энергетического поддержки, с энергетической поддержки, еще и синергизм. Вы знаете, можно тут кого засоединить и собрать, но если нет синергизма, усиливающий друг друга, малыми дозами, малым количеством, а эффект становится больше, но это и в природе так, нас сегодня, посмотрите, сколько, какая сила, эффект от нас гораздо больше, чем мы один стояли и рассказывали. Поэтому этот синергизм, он сейчас, он самый трендовый, он самый понятный, он дает возможность делать и комбинировать такие вещи, которые приносят гораздо больше эффекта, чем мы будем один конзин принимать, один таурин, один малый. Вы спросите, а что нельзя? Идеология БЭКов это как раз та идеология, которая позволяет легко осуществлять публикацию. Простому человеку не надо задумываться, что уходит в этот стасад. Он знает, что это, при такой ситуации этот БЭК будет работать. И вот эта дубликация, это условие развития бизнеса, как вчера об этом говорил Александр. И вы видите все составляющие, мы о них не будем с вами рассказывать, они все известны, они все прописаны, мы их все-все понимаем и знаем, но именно когда они соединяются в такой кондитации, они становятся более сильнее, более эффективны. И не только для сердца, как вы сами прекрасно понимаете, но все равно, ну сердце же не может одна есть каурин, а остальное никому не достанется. И вы видите, что именно кардио-баб он дает дополнительные источники энергии. Поддерживает, вы представляете, это вечно работающий насос, просто насос, либо он качает жидкую, качественную кровь, либо он не может протолкнуть все, что там сделали подготовку, и поэтому оно сколько может, столько оно и работает. Вы знаете, когда кардио-баб выходил на желание, вот мы хотели, мы как-то это понимали, спасибо Сергею, спасибо Ольге Алексеевне Бутакову, потому что как-то срождался такой творческий, философский альянс. Я хочу здесь сказать вот интересную такую метафру, я сейчас очень много интересуюсь деятельностью мозга, и да, это все впереди, спасибо за циркадный ритм, потому что по циркадным ритмам это действительно сейчас такая перспектива, там много чего можно сделать. Очень часто говорят про мозг, его объемы, и количестве нейронов. Но я тоже так думала, и хотелось международно разузнать побольше, мозг, в принципе, мы рождаемся все с одинаковым мозгом, по весу и с количеством нейронов. А вот как мы создадим им связи, вот от количества связи нейронов зависит ваше общее качество жизни. И один профессор сказал потрясающую вещь, что по количеству вы можете развивать всегда, приговоров в принципе нет, вы можете избежать очень серьезных сегодня угрожающих жизнью количеств людей, таких заболеваний, как Альфмельных, Паркенсон, Деменский, все остальное. Если они уже развиваются, это уже другая ситуация. Так вот, он говорит, по количеству нейронных связей с нами соревноваются два типового понятия, два, с человеком. Это попугайи и семейство врановых, то есть вороны. Вы понимаете? Но они проигрывают только по весу. Вы понимаете, что большой задницей не взлетит, правда? Если бы у них было все так же, как у нас, то мы бы начинали соревноваться. Все думают, что это дельфины мунды. Нет, дельфины адаптивные. Знаете, что сделали дельфины? Природа им дала. Она им поставила такую степень адаптации, что они за час находят еды на весь день. Поработали час и потом 23 часа тащатся. Как когда мы убили. И я говорю опять, что мы нам удустрелились здесь. Ребята, попашите пять лет. Любимая фраза президента подана. Попашите и потом как дельфины тащите. Все осталось, что есть, есть, где плавать, есть, где друзья есть, азарка полно. Уходите от баночных решений, уходите от состояния, которое, да, компания молодец, теперь уже на каждую систему будет вам еще и больше. Мы с вами действительно идем в такой жизни быть дельфином. Быть дельфином. Это очень перспективное направление. Быть дельфином. Класс вам понравилось. Мне понравилось молодец. Поэтому мы нам всем понимаем, что такая презентация кардио-фага непонятная в каком вещи, в каком разрезе. Но мы точно хотим сказать, вот сейчас уже завершающий этап, уже кто еще не слышал, расскажет тем, кто еще не знает, о том, что все у нас хорошо, у нас есть система, которая облегчает работу дистрибьютора и формировает свои товарообороты очень простыми вещами. Причем не просто решать проблемы больного сердца, а давать через эти названия крутую-крутую поддержку здоровья всем органам и системам, в том числе сейчас сердцу. Мозду дали, кишечнику дали, почкам дали, всем уже дали. Теперь еще успокоимся, спали хорошо, потом еще пили воду, путылку спаду придумаем, что мы будем самая крутая компания есть. Благодаря, 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 благодаря. У нас всегда на вашем пути. Пусть все пойдет трудом, пусть все будет славным, пусть все успокоимся. Пусть все будет очень-очень подобного, по-хорошему не знаю. Спасибо большое. Спасибо.